Вы смотрите, война в Украине. Не странно был задан вопрос, а вы это не скрываете? Мы это не скрываем, потому что мы фактически в одной лодке. Что тут скрывать? А прокинется, оба там утонем, и Россия, и Беларусь. Что нам скрывать? Это уже дорогого стоит. Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать. Я тут в МВД у меня были, министры, я об этом много говорил. Это так дело не пойдет. Давайте будем вместе. Вот это время недалеко, когда придете еще к той же России и будете просить поддержки и помощи. Просить не у кого. Вот в Казахстане что-то случилось? Кого просили? Китай, Индию, Пакистан там рядом? Нет. Нет. Вот Путин, Лукашенко, помогите. И мы перебросили туда в течение полудня наши уже самолеты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили. Я не в упрёк говорю, ну так, и это не отдать долгу, но надо понимать, что сложится ситуация, что вы потом просить нас будете, а не кого-то. Никто вам на помощь не придет. Ну и потом, ну мы создали экономическое пространство, худо-бедно постсоветское это пространство. Но зачем его терять? Что Казахстан или Узбекистан с своими товарами их ждут где-то в Америке или в Евросоюзе? Да нет. То, чего не хватает, может и купят там на 2 миллиона долларов, а остальное сами ешьте. А избыток большой куда? В России и упросятся продать. Общий рынок. Поэтому зачем терять то, что есть? Давайте к этому будем добавлять. Ну, вы видите и политику, о ней даже я и не обращал внимания, и говорить не хочу о Армении. Ну что за политика?